Ограничения, связанные с распространением коронавируса, постепенно снимаются. С этой недели разрешены тренировки спортсменов. После длительных занятий в онлайн-режиме тренировочный процесс возобновлен в обычном формате. Славянские спортсмены проводить занятия предпочитают на свежем воздухе, используя базу городского стадиона. Городской стадион никогда не пустует. С утра и до вечера здесь проходят тренировки как профессиональных спортсменов, так и тех, кто просто дружит со спортом и приходит сюда, чтобы поддерживать свою физическую форму. Практически каждый день занимаюсь. Вот работа целый день, а вечером стараемся выскочить сюда. Хотя бы на часик-полтора. Хороший стадион, поле шикарное, ждем начала футбола. Площадка хорошая такая, качественная. Молодежи много. Всем нравится, ходят с удовольствием. Стадион замечательный. Приходим сюда, часто занимаемся спортом. Ну, после рабочего дня. Как если рано с работы освободились, приходим. Стадион работает без выходных. У инструктора, который здесь постоянно дежурит, можно взять весь необходимый инвентарь. Стадион работает каждый день с 6 утра до 22.00. Каждый день инструктор по спорту находится здесь, дежурит с 5 до 9 вечера. Соответственно, мы выдаем спортивный инвентарь, мячи, ракетки теннисные, скакалки. Также есть медик, медперсонал тоже каждый день в это же время. Соответственно, народ собирается, народ ходит. Прекрасно. После проведенной реконструкции стадион стал еще более универсальным и комфортным для занятий спортом. Кроме уже существующей баскетбольной площадки, комплекса турников и тренажеров, боксерского ринга, появился теннисный корт, площадка для занятий пляжным волейболом, где с удовольствием тренируются воспитанники детско-юношеской спортивной школы имени Владимира Симоненко. Заканчивается учебный год, и мы с территории школы, спортивного зала выходим сюда. Там мы проводим тренировки по классическому волейболу, а здесь мы в основном работаем пляжный волейбол. Это команда, состав два человека. Почему нам здесь нравится? Конечно, как тренеру мне нравится здесь, что здесь хорошая нагрузка идет. Физическая нагрузка на ноги, песок, это здорово. Спортсмены сразу дают хороший толчок в физическом плане. Все возможности стадиона используют и славянские легкоатлеты. Большинство своих тренировок они проводят на свежем воздухе. Мы занимаемся на стадионе, на свежем воздухе гораздо продуктивнее тренировки, динамичнее, ну и полезнее для здоровья. Жители нашего района очень спортивные люди. Спортом занимается более 60 тысяч человек. Поэтому на городском стадионе всегда многолюдно. Активно проводить время сюда приходят целыми семьями. Пока взрослые бегают или потягиваются на турниках, дети тоже с пользой для тела проводят время, занимаясь на детской площадке. Стадион очень хороший. Здесь много детских площадок и турников. Приходите все заниматься спортом. Стадионы в дальнейшем будут развиваться. На обновленном газоне футбольного поля, как только разрешат, будут проходить игры. Последним этапом реконструкции станет строительство административного здания для тренерского состава и трибун для зрителей. Сейчас ведутся подготовительные работы. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова